Всем привет! С вами Ольга Меликян и канал GameStones. Если вы хотя бы раз видели ювелирные работы Рене Лалико, то этот мир вас уже не отпустит. Это достояние человечества оценивают специалисты до сих пор, а нам остается лишь наслаждаться красотами и шедеврами этого ювелирного наследия. Давайте сегодня об этом узнаем подробнее. И сегодня ювелиры всматриваются вглубь работ Рене Лалико, пытаясь понять силу идей и вдохновения для себя. Парфюмеры — разгадать нотки этих чувственных духов, как будто сделанных с самой женщины. Ну а стеклодовы — понять секреты мастерства и популярности. Ну и могу точно сказать, что весь стиль модерна не был бы возможен без этого революционера и настоящего романтика. В этом видео я затрону лишь небольшую часть огромного количества работ великого мэтра Рене Лалико. Дело в том, что объять Лалико — это как объять необъятное. Только представьте, конец 19 века, в моде настоящая благопристойность. Правильные драгоценные камни, а именно драгоценные камни первого порядка, все дамы застегнуты на все пуговицы и никакого намека на флирт. Да, собственно, кто их спрашивал из этих женщин? И вот появляется юный ювелир подмастерия Рене Лалико, который уже успешно закончил колледж искусств в Лондоне и работает подмастерием при знаменитом ювелире Луи Акока. Поскольку Рене с детства любил рисовать, то руки продолжают делать то, что ему привычно. Рене был смельчак во всех смыслах, а потому однажды со своими эскизами Рене появился на пороге ювелирного дома Бушерон. Затем он не забыл наведаться к Кортье. Реакция была однозначна. «Это слишком просто, здесь мало драгоценных камней. Такая деревенщина, колоски и бабочки не понравятся взыскательной публике». Накопив немного денег, Рене добавляет драгоценных камней и делает изящную ласточку. И приносит готовое изделие в Бушерон. Там покупают это украшение сразу же, даже не задумываясь. У многих общепризнанных ювелирных домов появилось настоящее опасение, что этот бойкий паренек со своими новаторскими идеями сможет легко привлечь их клиентов. И эти опасения были вовсе не напрасны. Через несколько лет буквально Рене уже открывает свой первый бутик на той же улице, что и именитые бренды. И начинает продавать свои украшения для взыскательной публики. А на Всемирной выставке искусства Парижа 1909 года Лалик получает две самые престижные награды и мировую известность еще при жизни. Арнуво – стиль, которому Лалик отдал себя всецело. Он мог часами фотографировать и рисовать у себя в саду всевозможных бабочек, рыбок. Также изучал японские стили. Красота женщины и природы подчинила полностью сознание Лалика. Божественная актриса Сара Бернар, однажды увидев такие украшения, попросила Рене обязательно начать заниматься ее реквизитом для сценических образов. Женщины были благодарны Лалику, ведь благодаря ему мода стала более легкой, изящной. Появились глубокие декольте. Теперь можно было на плечо посадить роскошную бабочку или стрекозу. Начиналась та самая эпоха индустриализации, где всем не хватало легкости, изящества, простой красоты. Давайте полюбуемся на работы удивительного мэтра Рене Лалика. Вот его брошь Анютины Глазки, которая была сделана из золота, использованы бриллианты, конечно, эмаль, и сами бутоны сделаны из стекла. Брошь полностью сделана в стиле Арнуво, и, собственно говоря, Лалик является основателем того самого стиля модерн. А вот брошь-подвеска четыре стрекозы с красивыми голубыми топазами. Эта брошь может быть и подвеской, и брошью одновременно. Четыре стрекозы уютно уселись вокруг прекрасного голубого топаза. Такой же топаз, но в огранке груши расположен снизу. Небольшие акценты выполнены с помощью бриллиантов. И, конечно, использована эмаль. А вот посмотрите на интересный чокер орлы и сосны. Рене Лалик создал его в период 1899-1901 годов. В центре кабошон благородного опала прямоугольной формы. Ветки сосен и орлы выполнены из зеленой и синей эмали, а шишки сделаны из золота. Как удивительно тонко и натурально смотрится эта работа. Одним из нежнейших ювелирных украшений я считаю подвеску с лунными камнями. Эта прекрасная работа вызывает у меня самые нежные чувства. Бутоны цветов сделаны из стекла. В центре и снизу лунные камни. При этом в центре в багетной огранке, а снизу кабошон. Легкое сияние сделано с помощью инкрустации бриллиантов. Удивительно нежно смотрится это творение. А вот корсажные украшения змеи. Тема змей постоянно присутствует в его творчестве. Змеи олицетворяют одновременно мудрость и опасность. Как, собственно, и цветы. Прекрасные и ядовитые. Все змеи переплетаются в один единый узел. Вся работа выполнена полностью из золота с большим количеством эмали. Драгоценных камней здесь нет. Однако было несколько жемчужных нитей, которые эти змеи кусали. Длина украшения 21 сантиметр. Я с трудом могу представить такое украшение на женщине. А вы? Одной из красивейших работ я считаю подвеску «Зимний пейзаж». Эту работу Рене Лалик выполнен в 1889-1900 годах. Он был очень вдохновлен зимними радостными деньками и, побывав в лесу, создал эту уникальную ювелирную подвеску. Серебристая жемчужина каплевидной формы сразу привлекает внимание. Акценты создают капельки аметистов. Весь зимний пейзаж нарисован с помощью эмали. Использовано золото и стекло. А вот, например, подвеска «Павлины». Рене Лалик очень часто изготавливал подвески в форме павлинов. На этот раз павлины украшены бриллиантами. Вокруг цветная эмаль. Капли снизу и в центре – это драгоценные камни-хризалиты. В центре – в огранке изумруд и снизу – в огранке бриолет. Об одном из интересных ювелирных образов – это женщина-стрекоза – я уже упоминала. В отдельном ролике, где рассказывала про великую Сару Бернар. На Всемирной выставке Парижа в 1900 году эта брошь произвела настоящий фурор. Однако Рене Лалик мог творить и в традиционном для ювелиров смысле. Вот, например, брошь «Соловьи». Здесь нет привычного для Рене стекла, эмали, слоновой кости. Использованы бриллианты, глазки выполнены с помощью рубинов. Среди металлов – золото и серебро. И все-таки очень тонкая работа. Соловушки, кажется, будто сейчас заголосят, как живые. В то время были популярны и в моде корсажные броши. Вот, например, корсажная брошь «Павлин» интересна тем, что перья и хвост расходятся в двух направлениях у птицы. Еще очень красивый и незаметный переход от белого цвета эмали к сине-зеленому. Небольшие кабошоны благородных белых опалов и бриллианты придают сияние и гармонию. Талантливый человек талантлив во всем. Рене Лалик – не исключение. Он совсем не остановился только на ювелирных работах. Через какое-то время Рене Лалик стал работать со стеклом, создавая настоящие шедевры в интерьере. Потом начал придумывать духи, флаконы для духов, а также новые стили в дизайне интерьеров. Вот, например, вагон поезда «Голубой экспресс», стеклянные орнаменты которого – это работа Рене Лалико. Но для меня Рене Жюль Лалик – это прежде всего его ювелирные шедевры, которые не мигая можно рассматривать часами и каждый раз находить что-то новое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Благодарю, что досмотрели до конца. Если вам нравятся мои видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Постараюсь и впредь раскрывать для вас тему ювелирных чудес. Крепкого вам здоровья и удачи! Давайте думать о прекрасном! Редактор субтитров А.Кулакова